привет всем я тут он решил попробовать маски это очень странно прям вообще наверное мы не будем с масками интересно где это отключается о огонь привет всем может быть сегодня кто-то подсоединится но в целом это не обязательно потому что эфир будет записи лежать вот наверное я почти решилась поговорить про себя рассказать про себя немножко здравствуйте я маша мне 36 лет я больше всего художник чуть меньше я сокольник еще меньше я организатор но в целом и 1 успешный организатор команд которые могут что-то делать еще меньше я вегетарианец и человек лежащий на пути ну я даже не знаю правильный образ жизни это наверное слишком но образа жизни который продлит немножко жизни более-менее сохранит меня в приятственном виде меня чаще всего конечно спрашивают как я стал художником ну правильно зачем это сейчас художника может стать каждый курс прошел и все как принципе многим профессиям меня больше спрашивают как я стала сокольником сокольником сокольник это не район в москве я в моем случае это такая профессия образ жизни я бы даже сказала и заключается он в том что ты и хищная птица ловчая птица врановая птица да в целом на самом деле очень много птиц они должны ловить других животных могут быть объектом сокольничества скалиной охоты это человек который с этой птицей взаимодействует находится в дружеских еще раз партнерских отношениях и обучает ее это скорее как отношение тренера и спортсмена чем как отношение дрессировщика и его зверя в цирке потому что птица это трехмерное существо то есть что она летает в трехмерном пространстве и соответственно обучение ее более уникальное индивидуально чем у любого другого животного как я стала сокольником так интересно что для этого нужно рассказать такую огромную часть жизни наверное если это интересно кому-нибудь я стала сокольником просто я пошла после года из больницы с переуманными ногами с парадом лизарова ночной клуб новый открывшийся первый мой выход куда-то после долгого лечения нехождения изоляции социальной я пошла туда на костылях с парадом лизарова на ноге такая штука 7 килограмм весом железная сквозь кости и увидела там мальчика с филином сначала я увидела какие-то стеклянные штуки на барной стойке в которых были гикончики все это было посвечено в ультрафиолете меня это тоже очень привлекло я люблю драконов как вы могли заметить и после этого я увидела мальчика мальчика с огромным-огромным-огромной-огромной совой с филином биология хорошо изучала школе и животными всегда нравились больше даже больше чем люди всем привет кто подключился потому что животные честнее поэтому именно нравились больше с ними все понятно все просто все ясно поэтому я знала что это филин и не спрашивала а это сова а это что но я справлю спросила как это он сидит на руке у тебя такой огромный такой прекрасный и он начал рассказывать что есть такое искусство нематериальное наследие юнеско скалины охот это история длиной в тысячи лет миллион людей которые с древних еще времен на заре лошадей даже вам раньше собак начали приручать и обучать хищных птиц я так прониклась всей этой историей я всегда хотела летать а после аварии когда я не год не ходила это желание это тяга стала много больше и а тут крылья такие рядом пусть не я пусть хотя бы птица будет летать и я начал обучаться у этого человека вот я даже не знаю повезло мне с первым учителем или нет но косяков я много набрала я думаю что сейчас сообщество сокольников и киперов кипера это те кто держит различных животных дома и не только или ухаживают за ними в зоопарке или в других местах их содержание в неволе киперов стало больше они стали быстрее получать информацию наш информационный век развивается поэтому это все стало намного проще вот но в тот период это 2008 год я наделала очень много ошибок самое главное что я исправилась вот и неправильно кормила не лечила не обследовала совершала ошибки в содержании в амуниции в кормлении вот но самое важное все мы совершаем ошибки в этом нет ничего страшного и самое важное их перестать совершать то есть осознать опыт урок сделать из него выводы и начать делать правильно хорошо по совести так как я любила их нельзя сказать что это было прям явное зло потому что это был просто какая-то неосознанность невежество вот и когда я поняла что их можно любить лучше я естественно исправилась мне очень нравится и нравилось и нравится работа с птицами вообще с животными с любыми я поняла понимаю что процессы практически везде одни и те же мне интересно узнавать новые виды мне интересно с ними взаимодействовать находить контакт начинать какую-то я бы назвала это сначала взаимодействием потом дружбы то есть самое приятное когда у тебя это живое создание переходит из формата и ты принеси пожрать формат это интересный человек вот и поэтому мне кажется здесь у меня есть такая штука что она никогда не остановлюсь корси здесь куда-нибудь перееду мне не будет никого я все но найду где-нибудь кого-нибудь и буду его приручать как маленьком принцесс лисом вот я бы очень хотела попасть в тропике я почти нигде не была в свою жизнь ну кроме россии по россии я украине белоруссии пожила в двенадцати городах вот от полгода до трех лет где-то так то есть мой период скажем так полу переезда не полу распада полу переезда вот я такой небольшой перекати поле я езжу за людьми за новыми проектами медленно путешествую вот и мне кажется что если я поеду в тропики которых я ни разу не было я даже в египте не было в турции не было в индии него нигде не было ночи хочется вот мне кажется метам я не вернусь обратно в россию потому что я побегу смотреть что это за змейка что это за аптечка что это за насекомое и случится страшно хотя я крайне аккуратно то есть я могу похвастаться тем что у меня нет ни одного шрама от животных то есть получено ну то что я сама накосячила это другое вот я не про животных вот там про аварию там еще что то вот от животных у меня нет ни одного шрама и просто я наблюдала такую картину когда двое дрессировщиков из цирка такие одна приходит там длинных кожаных перчатках и такие почему ты в перчатках она снимает пальцы нету обезьяна откусила тут у меня такой-то шрам тут такой-то шрам это они тоже начинают а у меня такой-то шрам и вы голосах слышать какая-то бравада похвалит ба для меня это очень странно потому что если тебе есть шрам от животного это значит это была твоя ошибка ты не смог где-то вовремя среагировать ты не распознал что подает какие сигналы животное либо ты был халатен то есть техника безопасности никто не отменял ни с кошечкой не с хомячком не с хищной птицей там не со змеей тем более там не с обезьяной вот и то есть хвалиться такими вещами для меня но это как-то прям моветон я могу похвалиться у меня нету ни одного шрама от животных то что я сама не самая аккуратная по жизни это наверное так страшно это опять же из той же серии нужно этот урок пройти выучить его понять осознать сделать выводы больше такого не делать то есть с животными у меня до сих пор очень тесная связь и для меня наверное все-таки эта волна останется хотя из-за того что я сейчас начала развиваться еще как-то помимо каких-то денежных творческих навыков я пошла по пути саморазвития хотя бы понимание себя то есть понимание кто я что я ну да вот я художник но это же не я вот и начал заниматься телом потому что у меня много проблем после аварии и есть надежда что это поможет но это поможет вообще в целом любому человеку ребят йога особенно которая статическая не просто по тягушке а статическая йога она полезна абсолютно всем после 20 потому что мы все вот такие вот скрюченные перекошенные сидим там на работе либо даже если мы делаем любимое дело неважно там кожу шьем рисуем шьем занимаемся фоторедактированием мы все равно находимся зачастую неудобных позах вы должны понять заметить что ваше тело постоянно терпит как вы его кладете в пространстве ли ставите вот это кстати одна одна из практик когда я месяц просто приводила в порядок вот я села и так сразу надо сесть удобно сразу располагаясь так чтобы не было комфортно также там машине неважно где если я встала то тоже надо стать удобно вот идя я по этому пути то есть по пути самопознания саморазвития хоть я и хищник ну то есть не знаю по мне есть такие наши основные какие-то так сказать штуки да которые являются частью нас то есть древности да то есть нам нравится собирать я сегодня ходила на море собирала всякие там камешки деревяшечки стеклушки то есть у нас есть желание там охоты да какой то то есть что-то поймать схватить на каком-то неосознанном уровне потому что мы так жили тысячелетиями и нам это было нужно и важно так же как вот мы любим там огонь воду звезды то же самое мы у нас есть какие-то определенные черты ты хоть я и хищник в плане именно вот этих вот желаний уже не мясо то есть за полтора года я и раньше вегетарианила но небольшими периодами не подходил к этому абсолютно нормально серьезно то сейчас это все прям очень осознанно очень как мне кажется правильно переход вот мясо я уже не хочу ну точнее его не расчитывала очень хотела вот я открылась множество блюд других вот а вот какой-то внутреннюю я не могу назвать это прям агрессией мне приходится схватить кого-то кто бежит летит там ползет но не хочется убивать то есть убивать не мне не нравится а вот поймать но несмотря на это даже имея такую часть мне сейчас все сложнее работать хищниками потому что это все равно кровавенько и как-то интернально потому что например я выращиваю грызунов сама для своих птиц и мне приходится их убивать а я люблю эти грызунов крысы это умнейшие созданиями было крыс они по интеллекту такие как собаки просто живут три года в лучшем случае если повезет и не будет рака там еще чего-нибудь вот и мне все сложнее отгораживаться от убийства достаточно разумных существ мне даже мышей было меньше жалко но они тоже было бы жалко но меньше но я их не умею разводить не разводить крыс и вот были появились какие-то такие нюансы опять же когда все равно птица особенно рабочая которая летает которая летает свободно ей нужна какая-то поимка живой добыча поэтому нет я это делал потому что я люблю своих животных вот и мне стало все тяжелее это наблюдать осознавать это если там птица поймал где-то кого-то в дикой природе это как-то для тебя проще ты становишься просто наблюдателем что эта птица позволяет тебе рядом наблюдать собой подпускает ее естественные процессы потому что скале на охоту это как вот спор да ты натренировал бойца и ты при любом раскладе рад то есть если дичь ушла то значит она достойна жизни она достойна продолжать рот потому что ты подготовил крутого спортсмена то есть если она смогла от твоего спортсмена уйти значит у нее больше шансов выжить а если твоя птица поймала то ты тоже радуешься твоя птичка молодец ты молодец что ты это тренировал так что ты все подобрал все условия так что это случится то есть это я к этому отношусь хорошо нормально мне это нравится как наблюдение как созерцание за живой природой и в таких вот тоже инфернальных ее моя вот эту моя дикая часть радуется этому ну радуется смысле и это нравится а вот когда у жертвы нету выхода мне уже стало тяжело вот поэтому я наверное сейчас вот опять пришла зима я больше ударил творчество птички конечно будут и на каналах и здесь но я чуть-чуть сейчас перестраиваюсь я повышаю свою квалификацию я рисую с четырех лет а теперь про художника я рисую с четырех лет я люблю рисовать я раньше думаю когда была маленькая штук не приносит совершенно денег не знала где искать а потом как-то все сложилось я первой же моя работа была художником компьютерных игр то есть я приходила сколько хочу сидела до ночи я как это додумала сова хотя совы спят три часа в сутки это все вранье что они спят днем и по 15 минут дробный сон черт опять сокольник вылезает так вот я приходила поздно то есть поздно вставала приходила рисовала рисовала прекрасные миры странных существ фэнтезийных и мне все очень нравилось я за это еще большие деньги для того года получала и моего города потом я начала все больше навыков набирать то есть мне тоже перестала нравится как работа опять же я была игроманом и тут я теперь не могу играть потому что там стоит xbox новый а я для сына и не могу играть потому что у меня до сих пор проф деформация мы же тестили еще наши игры и поэтому я теперь смотрю и вижу все косяки как наверное сложно живется профессиональным архитектором модельером и прочим подобным людям потому что они жить не могу психологи вообще молчу они находят смотрят тут все больные такие вот и после этой работы я была дизайнером интерьера но мне это тоже не очень зашло потому что когда ты создаешь ты договоришься с клиентом ты создаешь ему какую-нибудь ты привозу не могаешь его кич его его деревню внутри да то есть ему пытаешься привить чувство прекрасно у тебя все получается вы делаете проект все согласовывать это огромные нервы если что если не дзен буддист и ты отдаешь проект и человек такой а я сэкономлю на ведении проекта и строители джан шуты делают твой проект а потом к тебе приходит клиент и говорит отвратительный ваш проект то что как бы мне не нравится ты приходишь а там материалы заменили цвета заменили структуру заменили и хочется бить головой оптену джам шутов вместе с клиентом и самой тоже туда же потому что вот так вот выходит если нету видения нету контроля твоей идеи до самого конца а пусть вылезет еще раз сокольник это я конкретно осознала и что надо было настаивать когда стала делать проекты с хищными птицами то есть я люблю во всем расти я не могу на каком-то одном уровне держаться мне это некомфортно и когда я занималась птицами с калиной охоты и пусть даже реабилитацией это все равно не то это не рост я начала делать проекты то есть а завариум и то есть это площадке туристический для масс зрителя с хищными птицами то есть я создала шесть проектов во всей россии кто за мной наблюдает тот примерно знает где это как бы его последний проект здесь как раз в калининградской области в целом я так сюда переехала узнала что такое калининградская область маленькая европа в россии вот и создавать такие проекты я создаю целиком все то есть от макета проекта до инженерного задания для строителей до ведения строителей то набора персонала обучение персонала написание ему кучи технической литературы до продвижения создания рекламных материалов я же все-таки художник тоже да то есть а полиграфия логотипы это все текста и много-много-много то есть это приходится видите проект целиком и до маленького винтика и все это время вести его к цели то есть к его запуску к его продвижению вот и тогда мои дизайн проектах это было ошибкой я не была руководителем я была просто художником который сделал проект такой по своим каким-то внутренним зажимом там и прочим такой ну ладно я не буду ведь я не буду вас уговаривать ну пусть у вас получится не очень но как бы я не виновата но если она себя чувствовал виноватой хотел именно поэтому дизайн интерьера я тоже оставила и мне тот начать момент уже начались какие-то проекты с птицами честно я пробовала до этого четыре раза самостоятельно разные вещи у меня ни разу не получилось до то есть на пятый раз только получилось я и уходил минуса в кредиты теряла деньги теряла нервы теряла людей друзей знакомых и мне многие говорили зачем тебе это надо если не получается бросай это не твое но я чувствовала что раз я вот могу вот так закручивать вокруг себя какой каких-то людей которые могут дойти до какой-то цели да в целом дойдут когда-нибудь пока я могу создавать что-то я буду пробовать я пробовала и получилось вот на пятый раз поэтому хочу вам сразу сказать никогда не бросаете если вы решили что вы какой-то что-то вам нравится что это от этого поет ваша душа обязательно делайте 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 пробуйте просто пробуйте новыми путями не ходить одними и теми же путями из один и тот же путь приводит вас к одному и тому же результату мне кажется надо сменить путь правильно да то есть дорожку поменять пойти другой какой-то дорожкой то есть как из каждой вашей неудачи неудачно там запуска проекта там, или там вы что-то не смогли делать, ну, там, сделать. Вы, находите, анализируйте, почему не получилось. Можно там поплакать денёчек, сказать, а, какой я, Катя, тоже нельзя себя ругать сильно. То есть можно подепрессировать чуть-чуть, а потом сесть и обдумать, почему не вышло, почему не получилось, что я делаю не так, как можно иначе попробовать. Если не помогает своя голова, посмотри в телефончик, не только там ради порнухи тиктока там и прочих вещей, да, то есть можно найти полезную информацию. Посмотреть, какой был путь других. Это не значит, что у тебя такой должен путь, но какие-то вещи ты вполне инструменты можешь взять. И пробуя, 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 не покладая рук с хорошим намерением всё получится. Так вот, про рост. То есть я бросила дизайн интерьера, и у меня пошли птички. Но так как периоды бывают между проектами от трёх месяцев до года, в которые ты не делаешь проект, я, естественно, занималась тем, что я умею. Я рисовала. Естественно, в тех местах, где я была с проектами, где я жила, везде есть стены, которые я нарисовала. Так я рисую достаточно хорошо, как мне кажется. Это вполне нормально оплачивается. Я решила выкладывать объявления на вид. Я только меняю город. Каждый раз приезжаю, я оставляю частичку себя в каждом городе. И это стенки. Очень надеюсь в Зеленоградске оставить более масштабно. Я хочу расписать стену в городе. У нас на центральной улице, я вам показывала, на пешеходной центральной улице, туристической, много-много котиков. Я тоже там хочу. У нас даже есть макет, проект. Если вам интересно, я его покажу. Я как-то его выкладывала, но очень давно. Мы просто ждем ремонта этой стены городом. И потом мы уже будем на ней рисовать, чтобы не делать два раза одну и ту же работу. То есть я рисовала стены, рисую, продолжаю это делать. Рисовала полиграфию. То есть я научилась, я изучила, как делать логотипы, как делать полиграфические материалы, что для этого нужно, каких размеров, каких форматов и так далее. То есть я прикрепила к себе еще один маленький парус на свой кораблик. Это рисование логотипов. После компьютерных игр я поняла, что художники, они везде. Они рисуют нам одежду, они рисуют декорации в театре, они рисуют коробочки, которые мы покупаем в магазинах. Они рисуют рекламу, они рисуют обложки книжек, они рисуют комиксы, они рисуют раскадровки для фильмов. И я с восторгом осознала, что я могу быть кем угодно. То есть то, что я умею, может быть размножено, масштабировано в совершенно невероятных видах. Потому что, например, в своем городе я видела только художников, которые бухают в своих студиях, состоят в члене Союзов Художников и плачутся на мир, что они непризнанные, у них мало денег и так далее. И всех остальных считают не очень хорошими людьми. Других художников, которые не такие же. А тут я увидела невероятное поле возможностей. Поэтому, учитывая сейчас современные средства информационных полей, я смогла совершенно спокойно заниматься самообразованием. Я на самом деле ленивая жопа. И делаю это не так часто, как надо было бы. Но это помогает. То есть тут у меня есть навык полиграфии. У меня есть навык создания игрушек коллекционных, подвижных. От вот таких маленьких до таких больших. Это оказалось тоже очень большая плоскость применения моего художественного таланта, которая приносит даже мне больше удовлетворения, если честно. Потому что, когда ты рисуешь, ну как-то вот оно на плоскости, да, а тут оно почти живое, можно потрогать, оно на тебя смотрит, ты можешь с ним походить, поспать. Оно там принимает разные позы, ну почти живое, в общем, можно создать любое абсолютно существо, и оно вот оно, прямо в реальности. За это тоже неплохо платят, но платят, к сожалению, не на непросторах России, а только Европа. То есть это от 200 до полутора-двух тысяч евро. От 200 евро, да, до 2000. Я там тоже такая поросла-поросла, то есть я стала игрушки реально продавать там от 10 баксов до вот самая у меня крупная это 1000 долларов. Вот, потом начался опять птичий проект, и я опять такая «Ух!» В этом моменте, конечно, я вся сосредоточена на создании большой площадки, и поэтому рисовать я почти не рисую в эти моменты, ну по сравнению с моим обычным состоянием. После компьютерных игр я поняла, что цифровое искусство, то есть когда это рисование на планшете, в компьютере, приносит не меньше денег, чем рисование руками, и поняла, что нужно тоже смотреть туда. Я рисовала для приложений, то есть это какие-то, например, карточки для английского, которые на каждую фразу, быстрые эскизы. Я рисовала портреты, то есть очень много, просто обычные, вот сейчас новомодные там Симпсоны, еще что-то, сегодня я тоже рисую портрет прекрасного фотографа Тины. Я рисовала портреты для книг-сказок, то есть у меня это было очень долго, клиент 5 лет, то есть я 5 лет создавала портреты людей для того, чтобы их вставляли в специальные сказки, напечатанные книги с шикарными иллюстрациями, в целом это тоже очень интересная тема, но тоже, блин, неплохие деньги, но я бы, я тогда загорелась идеей сделать свою книгу, ну типа, если я делаю это кому-то, я же могу сделать лучше, это же Машенька, я же могу и стихи писать, и рисовать задники, локации, я могу туда что-нибудь мудрое завернуть, там, или птичек, или что-то полезное, там, ну в общем, я воодушевилась, и у меня опять начался проект, вот к сожалению, у меня есть незаконченные гештальты каких-то именно художественных, творческих идей, которые у меня просто не хватило времени воплотить, потому что это как раз такие проекты, которые на 2-3 месяца, и если меня птичьи проекты кормят все то время, пока они запускаются, то есть потому что я всегда делаю для инвесторов, и они не платили за мою работу, то сделать свои художественные проекты я просто физиологически не могу, потому что мне придется 2-3 месяца не кушать, то есть не зарабатывать, у меня большая ответственность, у меня домик, за который я еще не до конца расплатилась, у меня есть сын, у меня есть куча животных, и поэтому я не могу себе это позволить. Но в целом я могу озвучить идеи, если вам интересно, потому что мне многие мои знакомые говорят, что надо где-нибудь на Патреоне начать вот это все, но для меня это такие дебри дикие, не представляю, чтобы за мои идеи творчества, которые когда-либо я воплощу, конечно я все делаю быстро, особенно если мне есть что кушать, ну в общем я не очень в это верю, конечно может быть вы меня поддержите, и я смогу что-то из этого выплатить. Одна из идей это о содержании хищных птиц, в частности сов, прямо вот про сов, то есть вы знаете, вот бывают такие клевые энциклопедии, ну как энциклопедии, иллюстрированные издания, в которых там рассказывают про пират, про фараон, про дракон, вот, там такие красивые картиночки, там такие клевые описания, все для нашего мозга, который испорчен цифровой дебилизацией, аутизмом, то есть для клипового мышления, прям вот вообще все, вся информация как надо разбита, в общем прекраснейшие инфографики. И вот я хотела сделать такую книгу, акварелькой все нарисовать, либо в цифре под акварельку, то есть сейчас у нас позволяют программы рисовать как будто бы натуральными красками, я пока еще не разобралась, поэтому мне проще пока ручками, вот, то есть такую красивую иллюстрированную, со всеми моими знаниями, нюансами, не то что распространено, и сейчас уже кем-то выкладывается, да, это чисто будет мой опыт, нет, ну конечно основа, весь мой опыт основан на научных знаниях, на обучении в питомниках, у сокольников, в зоопарках там и прочее, на моих проектах, на живую с птицами, но это все равно, это прям протащенные мной знания, какие-то нюансы, и постараюсь это как-то буковками нормально выразить, с буковками у меня в целом неплохо, я думаю, я справлюсь, если что, мне помогут мои друзья, которые умеют это делать хорошо, никогда, я всегда рада воспользоваться чьей-то помощью, ну, в обоюдном варианте, вот, то есть это будет красивая, иллюстрированная, большая книга, печатная, в которой с моими иллюстрациями будет рассказано о том, как завести сову, что с ней делать, чтобы вы были оба счастливы, вот, и, естественно, там будет много про гуманные отношения к животным, даже если ты их содержишь в неволе, вот, вторая моя идея, вторая моя идея, это вот такая книга сказки, да, то есть когда от каждого человека пишется уникальное стихотворение, с его, не автоматически, ничего, это будут писать люди, маленькая история, поэма, да, какая-то, на заданную тематику, может быть, это будет поздравление человеку, может быть, это будет какое-то напутствие ему, в котором будет прекрасная иллюстрация, то есть я хочу сделать несколько типов, я это придумала в Красной Поляне, когда я жила, дело в том, что там очень много райдеров, то есть люди, которые туда приезжают отдохнуть, я думаю, как бы было прекрасно, если бы была книжка, представляете, а там твоё путешествие, например, Красная Поляна, горы, море, да, то есть и там везде твоё лицо, история про тебя, я даже придумала, как это всё может быть в автоматический, практический режиме, то есть только нужно будет, ну, чтобы человек всё заказал, забрал в любой потом точке, где он живёт, вот, и я как раз думала, что будет несколько вот этих вот иллюстраций, то есть вариантов, то есть это, чисто горная, какая-то сборная, да, с морем там, для райдеров, для обычных туристов, вот, и для тех, кто именно по всяким там экскурсиям ходит, вот, то есть это основано на такой же системе, как вот эти вот книжки-сказки с лицами, вот, и эти книжки, кстати, сказки продавались достаточно дорого, то есть от пяти тысяч рублей за книгу, то есть когда у тебя один вариант печатной книги, то есть одна книга стоит пять тысяч рублей, и я ещё немножечко, у меня математический склад ума, и я жила с несколькими программистами, и поэтому во мне тоже есть эта штука, которая такая, как это можно оптимизировать, как можно это упростить, вот, поэтому в целом у меня есть целый проработанный план, как это можно максимально автоматизировать, но задники, персонажей, то есть изначальных персонажей, всё равно надо сделать, нарисовать, и на это нужно время, то есть это прям конвертируем такая идея, которую действительно можно, с которой получить деньги, я даже знаю, где их продавать, как договориться, где их продавать, то есть у меня есть прям полностью бизнес-план для этого, но нужно сидеть рисовать, и сколько-то месяцев не зарабатывать денег, дальше, моя, наверное, самая личная идея, которая даже не моя, многие люди, кто приходят ко мне в гости, они видят всё, что у меня тут происходит, говорят, а почему ты, как говорит, ты художник, почему ты не начнёшь нарисовать, типа, как маленьких историй, комиксов про твоих животных, про то, что у тебя тут происходит, про себя, про всякие невероятные приключения и события, которые происходят, ты, тем более, так переезжаешь путешествия, ты видишь столько нового, и, типа, такой нестандартный взгляд на мир, и они предлагают рисовать маленькие истории, про всё, что тут вокруг меня есть, и действительно очень много, учитывая количество, действительно, живых существ вокруг, и мест, в котором я сейчас живу, и того, как всё это появляется, я вообще совсем не знаю, будет ли это интересно людям, то есть, мне бы очень хотелось обратную связь от вас, от тех, кто посмотрит это видео, не только сейчас, но и когда-нибудь в будущем, потому что я бы очень хотела свой художественный проект, раз у меня с птицами получается, значит, у меня и так получится, просто здесь не нужна команда, я умею делать команды, я умею правильно распределять ресурсы этой команды, их творческие потенциалы, правильно ставить, собирать винтики, и шестерёнки, но как сделать что-то такое большое, одно я, вот в художественном плане, честно, я не знаю, я ни разу этого не делала, мне чуть-чуть страшно, вот, поэтому, если у вас есть идеи, как это можно упростить для моего сознания, чтобы я не боялась, или, да даже просто ваше мнение, ваше предложение, ваша обратная реакция, очень мне поможет, потому что мне кажется, что, так как всё-таки я художественной частью занимаюсь намного дольше, у меня профессиональное образование, у меня художке 6 лет, у меня 5 лет института, и потом я постоянно практикую, то есть у меня постоянная практика, то есть я рисую, вот с 4 лет, мне 36, то есть я 32 года рисую, и 11 из них я училась рисовать по общепринятым методикам, вот, поэтому, я думаю, в какой-то момент оно должно вот что-то такое вырасти, я понимаю, что это не будут картины там маслом на продажу, ребят, ну серьёзно, нет, сейчас искусство именно в этом смысле находится на такой странной хрупкой грани, которая связана частично с отмыванием денег, частично с какими-то связями, знакомствами, ещё чем-то, ну, на совсем грязном уровне, что, ну, может быть, когда-нибудь, но это явно не то, к чему я стремлюсь, а вот создание всех этих трёх вещей для меня имеет под собой какие-то подоплёки, то есть книга о совах, это то, что может быть полезно, это не только как развлекательный контент, но это и маленькая, удобная обучалка или подготовка вот к твоей идее, ты хочешь сову, да, то есть, и ты не просто посмотрел видео, там ещё кого-то, а ты прям такой почитал, я когда-то хотела лошадь, ребят, вы не поверяйте, лошадь хотела, очень люблю лошадок, прям вообще невомерно, я хотела лошадь, но у меня же очень сильная намеренькая, я маленькая хотела лошадь, я бы всех бы заколебала бы, но они бы мне купили лошадь, я тебе сделал самое мудрое решение, которое можно было сделать, сейчас вот пересматриваю, вот в будущее своего взрослого состояния, он гениален, он потрёпал, вот такую энциклопедию про лошадей, а у меня была куча энциклопедий про всех, это были биологические энциклопедии, а не о содержании, и когда я её всё изучила, от корки до корки, я, знаете, что поняла, я не хочу её лошадь, вообще, пока я не буду человеком, который может позволить себе лошадь, то есть, понимаете, это её надо убирать за ней говно, каждый день, нужно её кормить каждый день, ну прям нормально, то есть, это очень много еды, это дело не в том, что ты принесёшь ей еду, а в том, как её кормить, и какие массы, вот чтобы вы понимали, у меня маленькая сипуха 300 грамм, кушает 30 грамм крыс в день, а филин у меня кушает 300 грамм в день, чувствуете разницу, то есть, да, когда у меня появились более крупные птицы, мне чуть-чуть финансово это стало более, нагрузка увеличилась, вот, и тут то же самое, то есть, когда я осознала, сколько жрёт лошадь, с математикой у меня всё хорошо было всегда, я посчитала, это коней, опять же, где-то надо содержать, то есть, надо построить деньник ей хороший, чтобы она хорошо жила, то есть, там всё написано, как должна хорошо жить в лошадь, нужно пользоваться чужими услугами, типа, там, подковывание, там, и прочее, это тоже, так как это редкая штука, стоит это дорого, опять же, амуниция, есть там, вот даже, амуниция, ребят, я на птицу на свою шью, амуницию сама, у меня есть прекрасные люди, которых я обучила, мои ученики, которые шьют амуницию, или, там, купить её уж совсем, там, если это жабы не душат, можно её, там, купить у проверенных людей, которые делают, 50 тысяч рублей, что, привет, Виталик, вы простите, если что, я не читаю, я настолько стремаюсь, а, обслуживание лошади, вот, отлично, да, я просто настолько стремаюсь с вами разговаривать, что я даже не читаю чат, вот, но это минимум, да, 50 тысяч, это если это прям, а ещё надо купить её, я в целом не притязательная, я даже заберу какую-нибудь лошадь, то есть, я тогда всё прощупала, и вот эта книжка про слов, она поможет людям, не совершить такую же ошибку, как, когда чуть-чуть не совершила я, и, она будет полезна, и это мой опыт, то есть, самое главное, ценное в жизни, это приносить людям пользу, и этому миру вообще, да, то есть, неважно, природе, людям, если я принесу людям пользу, то люди и природе принесут пользу, и эта книга прямо удовлетворяет моё эго, именно мои стремления к чему-то, что-то оставить. Вторая книга, то есть, которая про туристические вещи, мне тоже не мешает туда запихнуть чего-нибудь в Машенькину, что будет наводить на какие-то клёвые мысли, да, о том, что те места, в которых они были, что они прекрасны, но человек может их разрушить, можно это делать мягко, чтобы не отталкивать, как бы, покупательную способность людей, но эта книга тоже может быть полезна, и опять же, она, но она ещё сохраняет воспоминания, то есть, она очень личная, она сохраняет воспоминания, мне кажется, что у нас мир такой сейчас серый, стрёмный, и мы зачастую раскрашиваем его алкоголем, наркотиками, какой-то хренью, соцсетями, проглядыванием чужих жизней, что вот эти живые впечатления нужно привязать человека, тебе надо человека стимулировать больше для того, чтобы он вот эти живые впечатления собирал, чтобы он больше жил вовне, а не внутри вот этого, поэтому я думаю, что я постараюсь сделать эту серию книг именно такой, возвращающей человека к познаванию мира, пусть даже в туристической части, пусть даже в каких-то развлечениях, хотя про ральдов я не могу сказать, так они вообще молодцы, они катают, я когда-нибудь хочу научиться встать на сноуборд, вот, поэтому я думаю, что опять же люди туда приезжающие, они только вот под таким впечатлением, то есть у них всё это, этот канал раскрыт, и именно в этот момент, в этот канал можно вставить нужные ключики, которые позволят человеку встать на путь своего внутреннего ребёнка, на путь своей души, да, и настоящего, проживания жизни прямо сейчас, это то, чего нам не хватает, мы все живём либо в будущем, либо в прошлом, мне печально смотреть на своих родителей, мне печально смотреть на многих людей, из них мало кто находится сейчас, да, они говорят, я буду счастлив, когда я там, где-то машину куплю, или когда отдам кредит за ипотеку, или ещё что-нибудь, или они живут там, говорят, что там было лучше, или там было плохо, они люди в этом и в этом проживают, и все страдают, и никто не живёт сейчас, кто-то живёт для детей, кто-то живёт для другого человека, и ещё что-то, и никто не живёт для себя. Мой путь – это жить сейчас, радоваться, не страдать, как можно быстрее переживать страдания, не страдания, а уроки. Вот. Поэтому, наверное, хочется людям показывать прекрасное, что это прекрасно, что всё тут клёво, что можно тут находить миллион всего замечательного, а не смотреть вот сюда и слушать про плохое, там, не знаю, про кады, про войны, про то, что нас там все хотят захватить, про то, что мы все болеем и умираем. Это ясно, понятно, это нельзя отрицать. Но муха видит говно, а пчела видит мёд. Поэтому давайте быть пчёлами. В общем, про книжки и туризм я, по-моему, достаточно полно сказала. А вот для третьего я вообще не могу найти никаких оправданий, наверное, так что ли. Единственное, что, как я уже сказала, я живу вот так. У меня никогда не было раб-боты, то есть той работы, на которую бы мне бы пришлось заставлять себя вставать или после которой бы я приходила и такала грёбанная работа, ненавижу, даже какие-то сложные проекты, в которые я теряла много моральных сил и положительной энергии. Все равно были очень важны. Я знала, зачем я их делаю, что, почему я должна сейчас перенести эти не самые приятные эмоции. И все вещи моей жизни, даже моя смерть, потом мою, как говорится, обратно меня вернули. Моя боль, моя постоянная боль сейчас, потому что у меня 60 осколков ноги, железные штуки внутри, и у меня всегда болят ноги. У меня 14 лет всегда боль, как у русалочки. Будут твои ножники словно резать ножики, каждый шаг боль. Но я с этим уже смирилась. Ну, как-то нормально все. Я не жалуюсь, я рассказываю. Вот, ничего из этого не смогло закрыть во мне жажду жить, оптимизм, радость и отношение действительно ко всему как к урокам. Я не такой оптимист, знаете, такой, типа, я реалистный оптимист. Вот, я понимаю там, да, что плохое есть, плохое случается, от этого никуда не денешься. Но все плохое, это уроки. Ты видишь войну, ты не должен просто реагировать с паникой, там, еще какой-то. Ты должен осознавать, что война – это плохо, что война – это разрушение, что ты не должен в этом участвовать, что ты не должен ни единой своей энергии туда кидать. И то, что ты читаешь про войну, смотришь про нее новости, не просто художественную книгу прочитал и понял все, можно одну книгу прочитать наших классиков, чтобы понять, что война страшна. А вот, когда ты слушаешь про нее постоянно, читаешь новости, ищешь, и прочее, 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 ты ее кормишь. Ты кормишь игрега войны. И так относится ко всему. Какого волка ты кормишь? Кормишь ли ты своего счастливого волка, или ты кормишь своего, своего страдающего волка? Забудьте про то, что говорят все религии, родители. Это вообще кто бы то ни было. Мы сюда не страдать пришли, мы сюда пришли учиться. И, наверное, именно про это и будут мои маленькие истории, которые я воссоздам в комиксах. Я сейчас как раз прохожу курс, то есть то, что я иногда выкладываю по черкушке, то есть это курс как раз по скетчингу, персонажингу, потому что мне нужно научиться быстро рисовать персонажей. Вот даже то, что я сейчас стикеры рисую, это тоже туда же, потому что я надеюсь, что я немножечко отточу, там какой-то стиль найду, у меня стиля нет. Вот. Если, кстати, вы думаете, что у меня есть стиль в рисовании, вы можете мне написать, в чем он. Может быть, тогда мне будет чуть-чуть проще его найти, этот стиль. И именно комиксы, эти маленькие зарисовки о моем мире будут включать и животных, и моего ребенка, и все, что является моим миром. Я надеюсь, они будут нанести именно эти идеи. Идеи, что мы должны всегда вставать, даже если падаем, что мы должны любить, и не просто кого-то одного, свой мужчину, там, или свою собачку, а все любить. Что все живое, что все вокруг имеет то, что тоже может страдать. Даже если сломать ветку дерева, оно тоже страдает. Ему теперь заращивать все это надо. У него меньше фотосинтез будет идти, потому что ты ему уничтожил какое-то количество листьев. То есть, и вот при понимании, что все живое, не только люди вокруг, особенно люди вокруг. Мы же вообще не задумываемся, что вокруг нас кто-то живой, и он отличается от нас. У него могут быть какие-то другие мнения, установки в голове, и от этого он плохим не становится. Просто у него вот такая вот жизнь намотала. И если я смогу это передать через эти почеркушки, наверное, я буду счастлива тоже. Но я пока совершенно... О, да, Виталий, кусок обаухи стекла. Я еще, в общем, три года вытаскивала осколки стекла после аварии из своего лица. Как бы вроде как по лицу не повредило. Мне очень повезло, что осколки зашли под таким углом, что... Ну, то есть, они просто под кожу ушли, капсулировались. По-моему, где-то вот здесь. А, вот здесь вот. Вот здесь точно. Мы отсюда вытащили последний кусок. Тут просто много мяска, у нас хрящ. Я тоже ковыряла, прыщи, ковыряла, ковыряла, вытащила в итоге, с пол ногтя мизинца Виталик мне вытащил кусок стекла. Вот. И если мои истории кому-то помогут зажечь внутренний огонь, а я обещаю, что я постараюсь это сделать, ради этого, наверное, я живу, чтобы все вставали после своих падений. Или после сифрового аутизма возвращались в большой мир. Тут так клёво. Тут летает птица. Тут бывает море. Тут бывают хорошие люди. Тут бывают приключения. Они бывают иногда «Ух, какие!» Но всегда заканчиваются хорошо. Если вы так настроены. Здесь бывают великие уроки. И хорошо, если их поднять, ведь сразу вам не придётся ломать ноги, как мне, например. Вот. Я надеюсь, что если я донесу это через такое творчество, это будет очень круто. Поэтому я очень хочу обратной реакции. Пожалуйста, скажите, какая идея вам больше нравится, чтобы вы дополнили, как бы вы оправдали. И потом, если что, мы через недельку разовьём эту тему. То есть я посмотрю, на что больше народ отреагировал. Мы ещё немножечко про это поговорим. потому что всё равно разговариваю о чём-либо и рассказываю о себе. Потому что у меня огромное количество встреч, людей, мест, животных, ситуаций, совершенно невероятных. Вот. И столько всего, что может вас порадовать или позволить узнать меня лучше. Поэтому в целом я могу выкладывать тематики. Я не уверена, что я это буду делать часто. Вот. Но я хочу регулярности. Я надеюсь, будет обратный отклик, и поэтому это будет тогда мне легче всё делать. Так вот, про книжки. В общем, если про продажу книг про сов, книг про туризм, про туристические поездки, у меня есть в голове понимание и бизнес-план, то вот про мою жизнь никакого бизнес-плана нету про эти истории. Опять же, если вы что-то знаете, чего не знаю я, что может помочь продвинуть и как-то для меня сформулировать дальнейшую монетизацию этого, я буду вам очень благодарна. Потому что я знаю далеко не всё, хоть и много, но не совсем всё. Вот. У меня, в общем, был единственный вопрос в сториз. Ну, видимо, я поздновато выложила, надо за сутки хотя бы выкладывать. Спрашивает моя сестричка, где я беру такие шмотки? И тут. В общем, на самом деле, у меня есть несколько мейтдилеров. Верхнюю одежду некоторые платицы я покупаю налички. Есть замечательная одна фирма-заводик, которая шьёт, фабрика. Они его за 5 лет научились шить чуть более длинное. То есть я их долго-долго просила, потому что я высокая, 175 ростом, а китайцы не такие высокие. И одежда, которая приходила, были либо рукава короткие, либо подол короткий. И я, наконец-то, за 5 лет их научила шить мне чуть-чуть более длинные одежды. То есть я просто прошу, я указываю, что мне нужно чуть подлиннее. Китайский рынок, он просто прекрасен. То есть они перестраиваются очень быстро. Они молодцы. И за это время они прям стали делать намного лучше. Одежда вся очень качественная. Она обычно там с вышивками. То есть то, что можно купить чисто на рынке за эти деньги, или по распродаже в каком-нибудь бутике, не бутике, в масс-маркете, то за эти деньги там ты получаешь работу как будто одежду как будто вручную работу. То есть там всякими ништячочками, с хорошими всеми швами, с какими-то там узорами. То есть они не просто напечатанные, они вышитые там, то есть сделаны как будто бы вручную. Понятно, что это все машинно. Опять же, очень интересные, красивые, необычные модели какие-то одежды. Вторая часть это я нахожу какие-нибудь странные места, типа там вот Родиваска, то есть я нахожу их на людях. То есть я нахожу одежду на людях, мне нравится, пристаю к ним, хвалю, осыпаю комплиментами, а потом вытягиваю из них, где они ее берут. Вот так я нашла одну фирму Родиваска, то есть у меня комплект от них, ему уже 10 лет. То есть 10 лет одежде, она не мнется, она не вытянулась, она немножечко ушел цвет, то есть и я вот хочу ее покрасить и продать, потому что как бы, блин, ребят, 10 лет уже, я реально просто уже устала носить ее. Она офигенная, то есть у меня там шикарный комплект. Вот, то есть они шьют под тебя, то есть это полностью на тебя одежда. То есть ты модель выбираешь, а пришивают ее, шьют всю на тебя. Ну вот, сказали, грамотно говоришь, я сразу начинаю говорить, что пришивают к тебе одежду. Вот, ты можешь выбрать цвет, все цвета достаточно прагматичные, ну то есть любой почти найдет. Необычный крой, что для меня очень тоже важно. практичность в носке, то есть она удобная, она нигде не мешает, ничем не цепляет. То есть я даже, я не самый аккуратный носитель, то есть я вот только с Семеном начала учиться к своему кораблику, прикладывать паруса, примастыривать аккуратности, чистоплотности и внимания к себе и еще минимализм. Ой, давайте поговорим в следующий раз про минимализм. Вот, очень хочется делиться изменениями в себе. Так вот, это одежда практичная, то есть я ее не порвала за 10 лет, не смогла так испачкать, чтобы не оттереть. Ну там есть немножко в одном месте на корсете краска, но я думаю, я ее ототру. У меня в краске все, вообще все, вообще все, все у меня в краске. И я вот, конечно, говорю Семену, что это не грязь, но он говорит, что это все равно грязь. Но, ребят, ну правда же не грязь краска, да, то есть есть какую-нибудь бирюзовую, пятно-розовую, желтую, но это же не грязь. Грязь, она какашки цвет. Это красиво. Вот. То есть ради вас, они мне понравились. И в итоге, то есть я сначала там удивилась скрою, удивилась, что это под тебя, опять же, за не такие большие деньги. И, ребят, через 10 лет носки, я хочу сказать, это охрененно, как они это делают, я вообще не знаю. То есть ни один шов не разошелся, ничего не растянулось, понимаете, ни рукава, ни коленки не висят, ну ничего, вообще ничего не случилось с одеждой, не порвалась. Идеально. Только вот, ну то есть с цветом, она где-то выцвела, где-то затерлась из-за стирок, прекрасно стирается, машинки не садится, не линяет, идеально. Хочу оттуда платьишко. Жаба пока душит. Знаете, почему жабы душат? Потому что я нашла новое. Когда я была в Украине, с бывшим мужем мы ездили, я была на седьмом месте беременности с сыном, мы увидели, что такое секонд-хенда. Первый мне показал секонд-хенда Виталик, который вытаскивал мне из-за ума стекляшку. Я такая, ничего себе, на вес продается одежда. А учитывая мой странный вкус, то обычно то, что мне нравится, долеживает. Когда я приехала в Украину, я увидела секонд-хенда не размером с какой-то там подвальчик, а размером со стадион. Просто там можно урыться. Учитывая, что часть одежды можно около 20-30% найти с бирками. То есть она вообще не ношеная. Просто кто-то, вот как моя мать, купил и повесил, и ни разу в жизни не одел. Вот. И тогда я там накупила всякого, и прям, и это там обошлось тысячу рублей. Я такая, ничего себе. Но когда я приехала в Калининград, мне говорили, что до наших секонд-хендов не доезжает с Европы. То есть это берут в Европе одежду. Зачастую даже после каких-то уже смен коллекций в бутиках, то есть там все популярные бренды от старых коллекций избавляются. То есть ты можешь старой коллекции очень крутых брендов найти в секонд-хенде за копейки. Маленький секрет. Но я не гоню за брендами, я гоню за удобные, красивые, интересные для меня одежды. И она бывает очень странная. И вот тут я нашла просто невероятное количество, можно сказать, прямых поставок с Европы этих секонд-хендов, да, и совершенно невероятно клёвые одежды, как я уже говорила. Вот то зелёненькое платье скуплено мной за 1000 рублей 30 декабря. Я искала целую неделю. Мне ничего не нравилось, ничего не подходило. Я глиста в скафандре была, ничего не нравилось. И тут я нашла вот это платье, оно стоило 1000 рублей, оно абсолютно безбиркой новое, оно стоит 8. То есть я посмотрела, где это продаётся, ну, просто ради интереса. Второе платьишко беленькое 200 рублей. А шапочку, которую я показывала на дреды там и так далее, я купила за 100 рублей. Если кому-то кажется, что это как-то не так. Вы знаете, если вещь, если она шерстяная, не закаталась, не растянулась, осталась того же цвета и отлично выглядит, и пережила одного человека, то значит, она меня тоже переживёт. И это очень здорово. Опять же, очень много вещей с бирками. таких фасонов, цветов, кроя, я вот в русском сегменте почти не вижу. То есть это либо ты должен на заказ что-то шить, но ты это ещё должен придумать, найти где-то, подсмотреть. А тут я так, я тебя люблю, и тебя тоже люблю, ты такая прекрасная. И тут очень сложно быть минималистом, и не набить себе шкаф шмотками, потому что непонятно, когда их носить абсолютно, потому что ты такой влезаешь, оно всё удобное, ты покупаешь вот этот бодик, который с открытой спиной. Я купила за 500 рублей. Единственное, что вот он синтетика, но мне всё равно очень нравится. Она вообще очень классная, то есть он прям вот вообще весь идеальный. Вот. Что ещё вот у меня было такого? Таби, то есть эти двухпальцевые тапки, я один раз купила в магазине. И сплевалась вся вообще жутко, страшно. У этой обуви, ты меряешь постельки сантиметры, и ты знаешь всё свой размер, потому что она шьётся прям идеально так, чтобы ты её одевал, как носочки. Вот. И эту обувь я покупаю с Авито. Я прям мониторю, я не покупаю, дороже 1000 рублей. И один раз только раз моя жаба согласилась на 2,5 тысячные кожаные таби, то есть это единственное кожаное, что у меня есть, потому что я не ношу кожу, не ношу шерсть, мех. Я это ношу только, если это реконструкция, то есть на реконструкцию, или если это амуниция для птицы, потому что там пока не создали кожзаменителей, таких, которые бы меня удовлетворили в плане использования. Так вот таби, вот эти двухпальцевые ботинки ниндзя, черепашки ниндзя, или там сова, я покупаю на Авито. Я уже точно за 14 лет, я 14 лет ношу такую обувь, и я совершенно точно знаю, какой она должна быть, то есть как там должны быть прошиты швы, там и прочее, у меня это все на фотографии, я вижу совершенно четко, я знаю слабые места этой обуви, но когда я купила в магазине, у меня просто через 2 месяца разошлись швы, перестали работать липучки, хотя мне говорят, что это такая обувь, трековая, типа в ней, вот именно эта модель, в ней можно и в горы ходить, там и так далее, но видимо они просто не знают, как я использую такую обувь, то есть я и на море хожу, и мочую ее, и по деревьям улазю, и на велике катаюсь, то есть ничего только я не делаю, вот, поэтому я знаю, какой она должна быть, в магазине я больше не хочу покупать, однажды я нашла идеальный таби, я нашла их в Китае, на одном заводике, который продает для строителей обувь, представляете, она сделана из такой ткани, то есть носы на пальцах, сделаны из такой ткани, что ты можешь уронить кирпич, и твоим пальцем ничего не будет, вообще ничего, то есть там она становится твердой, при резком ударе, они там все невероятно прошиты, на шикарной подошве, там с этим, это супинатор же, не помню, как называется, который вот под выпуклость нашей ноги, там вот такая штучка-выемка, бугорочек точнее, они были просто идеальные, я им перевела с английского на китайский, пожалуйста, пришлите девочки из России, одни ботинки, я хочу их купить, они тогда стоили, что-то 50 баксов что ли у них, или 30, девочка, ты где нас нашла, мы продаем только организациям, только оптово, ну пожалуйста, ну как, я больше, я бы так и не смогла найти нигде в розницу такие ботинки, вот, но я просто представила этих китайских строителей, бегающих по крыше, носящих там всякие кирпичи, и в таких ботинках, мне кажется, это было очень, по-ниндзякски, вот, на обувь я безумно довольна, у меня, как я уже говорила, переломы, и у меня повреждено было много связок, и всего, и поэтому, когда, вот если вы видели любую обувь, у нее пальчики в конце сужаются, она сдавливает, многие говорят, что это вообще заговор производителей обуви, чтобы у нас все попортилось, потому что на ногах у нас очень много нервных окончаний, очень много чего выходит в ноги, и вообще нам надо бегать по живой земле, по камешкам, по всему, поэтому летом я стараюсь много ходить босиком, вот, и вот эта вся обувь, то есть вот эти вот пальцы наши совмещают, опять же, вылезают, знаете, суставы, блин, это заговор об обувников, а эта обувь, два пальца, она разделяется, у тебя ноги все чувствуют свободно, то есть в такой обуви меня сводит ногу полностью, то есть мне полностью все сводит, мне безумно больно, я ничего не могу сделать, мне для этого надо вытащить ногу, приложить к прямой стенке, и только тогда меня отпускает. Когда я поносила таби, я поняла, что это все, это моя идеальная обувь, и она настолько необычная и странная, что и она подходит ко всему, она подходит к вечернему платью, она подходит к спортивной одежде, она подходит к строгой одежде, и никто никогда не сможет сказать, фу, там у тебя там никакие, я не знаю, господи, что там модно? А, о, вспомнила песню, Лобутена, да, ну типа, о, у тебя не Лобутена, типа там, ты какой-то там кто-то, ну те, кто увлекается модой, а моя обувь, во-первых, человек сразу у него выбивает точку сборки, он такой, что это, он не знает, сколько она стоит, он не понимает, что это, то есть он не может ее положить ни в какую коробочку, ни в какую секцию в своем восприятии моды, а обувь такая в целом дорогая, то есть если ее покупать в магазине, это от 6 тысяч рублей за пару, и до плюс бесконечности, до 25 тысяч, то есть она тоже очень недешевая, и даже хреновая она недешевая, что говорить уже о качественной, там, или вообще там вручную сделанной, но те, кто ездит, куда ездит все тусовчики, не боли, а еще, нет, вроде боли, блин, в общем, куда-то туда, в теплые, клевые страны, где танцуют у океана, оттуда привозят такую обувь, и говорят, она дешевая, а так как люди обычно покупают ее для тусовок, и после тусовок они стесняются ее носить, они стесняются быть собой, вот это вообще тоже большая проблема людей, что они боятся быть собой, ребята, очнитесь, мир изменился, нас больше никто не посмотрит, срать всем, как вы выглядите, честно, все заняты только собой, и телефончиками, у всех уже цифровой аутизм, успокойтесь, всем пофиг, как вы выглядите, поверьте мне, на вас просто посмотрят такие, и отвернутся, они, может быть, даже вас не заметят, птичек не замечают у меня на руке, даже Филина, о чем вы говорите, кому вы нужны, у вас слишком большое эго, так вот, не бойтесь быть собой, я собой быть не боюсь, и поэтому люди, которые после тусовок продают такую обувь, приносят мне большую пользу, потому что я могу ее купить, вот, а нет, от 200 рублей до 1000, вот это мой ценовой порог, вот, да, фаерщики, да, в ней так клево танцевать, прыгать, что угодно делать, я говорю, чем я ее еще ценю, она настолько облегает обувь, ой, ну, обувь в ногу, что она сидит на тебя, как влетает, ты можешь что угодно делать, ты можешь залезть на дерево с ребенком, ты можешь бежать в лесу по пересеченной местности, лазить по горам, то есть она идеальна, ты цепляешься пальцами, ты можешь двигать ими, и ты еще крепче стоишь на земле, она просто, таби или ниндзя шус называется, ниндзя шус понятно, то есть ниндзя обувь, таби, не знаю почему, честно, я, мне так стыдно, я про какие-то вещи, которые я люблю, ничего не знаю, я, например, люблю и науди, я теперь знаю, как называется и науди, но я сначала полтора года слушала и науди, и не могла бы его набрать в интернете, потому что, я не знаю, как он зовется, я такая, мне хорошо и ладно, вот, потому что, ну, как бы обычно никто не спрашивает, я люблю странные вещи, и редко кто спрашивает, но, здесь, Калининградская область, мне так приятно, я хожу своим пальтом, из китайского заводика, и здесь настолько открыты люди, не боящиеся себя, из что-то спросить, и к другому человеку пристать, что я такая, ну, как бы иду, и как я пристаю к людям, ко мне пристают, а где вы такое, вот такое клевое пальто, а где вы такое пальто купили, и честно, я уже отослала более 15 раз людям, ссылки не берут, я беру у них телефон, или они у меня, я присылаю им ссылку на этот заводик, мне так приятно делиться, что им же может еще что-то понравиться, там много чего клевого, ну вот, я тогда тоже, я поняла, сколько стоят эти табби, и поняла, как их искать, потому что я прям, свои первые я нашла в интернете, в интернетах нашла, ты, Виталик, вообще крутой, ты мне много чего показал, особенно то, что меня теперь спасет при следующей операции, с чем мне будет легче ее пережить, у меня теперь есть много секретиков, которые позволят мне не сломаться во второй раз, мне просто очень тяжело, мне ждет еще одна операция через 14 лет, и все будет еще хуже, чем было тогда, и мне очень страшно, мне надо будет еще раз ломать ногу, в самой ее слабой части, и ставить аппарат Элизарова, потому что у меня одна нога короче другой, ее надо вытягивать, у меня там нарушена ось, у меня разваливаются суставы, вот, и мне придется еще раз жить с этой штукой, а это вообще очень непросто, если раньше я с ней жила, она мне просто причиняла боль, но там потихоньку все заживало, и чем больше заживало, то есть больно первые 3 месяца, а потом, ты, ну как бы, она становится все меньше и меньше, и тебе просто сложно жить с такой огромной железной штукой на ноге, представляете, вот зимой, да, в минус 20, когда промерзает, даже у тебя сережка есть, она промерзает, и тебе холодно уху, а тут штука, которая промерзает, и тебе костям внутри холодно, потому что спица проходит сквозь всю ногу, вот, а в этот раз мне придется каждую неделю подкручивать эту штуку, чтобы она растягивала кости, и у меня удлинялась нога на 2,5 сантиметра, мне сверху приклеить надо, вот, и это будет больно всегда, а носить я ее буду год или полтора, и мне придется все это время это делать, и это так страшно для меня, потому что, как бы, я смирилась с той болью, которая у меня постоянная, но переживать новую, я вот не могу не ставить на доску сатху, которая с гвоздями нормально, я стою 3 минуты, и у меня все, у меня клинит, мне, правда, еще не ставили нормально, у меня, как бы, не было мастера, который может мне поставить, пока я самостоятельные пробы, и, я прям избегаю именно вот такой физической боли, максимально стараюсь, мне так хватает вот этого перманентной какой-то, поэтому я не знаю, как на нее согласиться еще раз, мне очень страшно, прям вообще безумно страшно, потому что, вот мне как раз придется себя заставлять, то есть не страшно операция, вообще операции не боюсь, у меня там почти 22 часа под наркозом, то есть каждую мою ногу делали, одну там 10 часов, другую 11, то есть бесперерывной операции, Дмитрий, тебе привет, привет от ребят, от Виталика, и от Лизы, помнишь? Да, это после аварии, такие травмы, меня сбила машина в лобовую, то есть я ехала на скутере 40 километров в час, а машина ехала 100 километров в час, и меня не заметила, тормозила, только когда я уже головой в стекло вошла, то есть у меня отрезаны куски, у меня нет части бедра, у меня искорежены все ноги, у меня 60 осколков, по мне писали 2 диссертации, врачи московские, папа нашел врачей, которые смогут меня на ноги поставить, вот, у меня пролита голова, у меня черепно-мозговая открытая, у меня сломан локоть, он до сих пор не разгибается нормально, вот, но мне очень повезло, у меня не сломан, вот кроме этого сустава, не один сустав, то есть, но это очень круто на самом деле, у меня не сломан позвоночник, это вообще в миллион раз хорошо, потому что я в больнице видела позвоночников, и это очень печально, вот, и, и вот, да, вот с этими травмами приходится жить, но нужно править, потому что даже, когда вниз мне заменят, то есть, вот эти вот суставы, мениски, которые у меня сейчас разрушаются из-за перекоса, то это не поможет, эти суставы тоже будут разрушаться, потому что есть перекосы, укорочения, вот, поэтому надо ее вытягивать, вот мне каждую неделю придется себя в голове заставлять, делать себе больно, и я знаю, что у меня не такая сильная воля, я боюсь, я не справлюсь, ну, то есть, мало того, что сейчас, ну, как бы я сейчас даже радуюсь ковидобейсу, что сейчас меня не могут положить на плановые операции, у меня здесь очень хороший врач наконец понял, что у меня происходит, почему у меня там что-то хрустит, вот, по снимкам, по рентгену, сказал мне, что у меня разрушается, что у меня там есть еще 4 года, для того, чтобы сделать эту операцию, потом у меня они пойдут уже разрушаться, так что придется менять эти суставы, и он мне сделал направление на бесплатную операцию в очень хорошую московскую клинику, вот, потому что у меня ноги стоят полтора миллиона на тот год, на 2007 год, нужно было купить хорошую квартиру, ну, правда, там почти все дал город, бабушка выбила квоту, сейчас это будет просто от государства, просто тоже по квоти, это очень здорово, но пока я не могу решиться, я понимаю, что вообще идеального момента не будет, я не боюсь там потерять работу, я не теряю работу, я могу работать на руку, пока я лежала в больнице, я 5000 долларов заработала за год, то есть на тот момент это было очень много, можно было дом за границей купить, и у меня была одна целая рука, больше ничего целого не было, поэтому это мне вообще не страшно, мне страшно заставлять себя каждую неделю, возвращать боль, но может быть зато вот за этот период, может быть я как-то раздел какой-нибудь из проектов, не знаю, в общем, наверное, на сегодня все, спасибо, что смотрели, что еще посмотрите, кто посмотрит, прошу ответить на мои вопросы, дать обратную связь, и в целом предлагать тематики на следующий разговор, наверное, так, всем пока-пока, пока-пока,